Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». День желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты упомяй на Бога, ты моя, буду вечно хвалить Его. Жаждет душа моя, к Богу живому стремится душа. Но когда я приду, и когда я явлюсь пред лицом твоим. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты упомяй на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Ночу я день и ночь, Слезы мои стали хлебом моим, и враги моим вновь говорят мне, Но где же Бог, но где твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты упомяй на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как она не желает, как она не желает, как она не желает к потокам воды, Так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Мы приглашаем вас посетить наш читальный зал. Для вас прозвучат отрывки из книги известной христианской писательницы Елены Уайт. Глава 11. Евангелие в Самарии. Деяния святых апостолов. Восьмая глава. После казни Стефана гонения на верующих в Иерусалиме стали столь безжалостными, Что они рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Саввел терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. О своем усердии в преследовании церкви он впоследствии сказал, «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. То, что Стефан не был единственным мучеником, видно из следующих слов Саввла. «И когда убивали их, я подавал на то голос». Деяния апостола в 26 глава с 9 по 11 стихи. В это тревожное время Никодим бесстрашно исповедовал свою веру в распятого Спасителя. Член Синедриона, он вместе с другими был потрясен учением Иисуса. Видя чудеса, совершаемые Христом, он уверовал в то, что этот человек от Бога. Но он был слишком горд, чтобы признаться в симпатиях к Учителю из Галилеи. Поэтому решил тайно побеседовать с Иисусом. Иисус раскрыл ему план спасения и свою миссию в этом мире. Однако Никодим еще колебался. Он сокрыл истину в своем сердце и в течение трех лет ничем ее не обнаруживал. Он не исповедовал Христа открыто, но все время препятствовал священникам в Синедрионе осуществить план убийства Спасителя. Когда Христа все же вознесли на крест, Никодим вспомнил слова, сказанные ему в ночной беседе на Елеонской горе. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих. «И он увидел в Иисусе Спасителя мира». Вместе с Иосифом из Аримафии Никодим взял на себя расходы по погребению Иисуса. Ученики побоялись открыто признать себя последователями Христа. А Никодим и Иосиф смело пришли в тот мрачный час, и помощь этих богатых и уважаемых людей оказалась весьма кстати. Они смогли сделать для своего умершего учителя то, что было не под силу бедным ученикам. Более того, их богатство и влияние во многом защитило учеников от злобы священников и правителей. Теперь, когда иудеи пытались уничтожить зарождающуюся церковь, Никодим выступил в ее защиту. Уже не осторожничая и не колеблясь, он поддержал учеников в их вере и своими средствами помог развиваться церкви в Иерусалиме и всему евангельскому делу в целом. Те, кто в былые дни оказывал ему почести, теперь презирали и гнали его, он обнищал в мире сём, однако непоколебимо отстаивал свою веру. Гонения на Иерусалимскую церковь дали новый сильный толчок евангельской работе. Проповеди имели здесь большой успех, и возникла опасность, что ученики надолго задержатся в этом городе и пренебрегут поручением Спасителя возвещать Евангелие миру. Забыв о том, что лучший способ противодействовать злу – это активное служение, они стали думать, что самое главное – защитить церковь в Иерусалиме от нападок врага, а не нести Евангелие тем, кто не слышал его. Это могло привести к тому, что все стали бы довольствоваться достигнутым. Чтобы рассеять своих представителей по земле, где они могли бы служить людям, Бог допустил гонения на свою церковь. Изгнанные из Иерусалима верующие ходили и благовествовали слово. Среди тех, кому Спаситель дал поручение «Итак, идите, научите все народы» Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих, были люди простого происхождения, которые любили своего Господа и решили следовать его примеру бескорыстного служения. Этим скромным людям, как и ученикам, находившимся рядом со Спасителем во время его земного служения, было оказано высокое доверие. Им предстояло нести миру радостную весть о спасении через Христа. Когда начались гонения, они рассеялись, исполненные миссионерской решимостью, зная, что в их руках хлеб жизни для изголодавшегося мира, и понимая, какая ответственность лежит на них. Любовь Христа побуждала их преломить этот хлеб и раздать всем нуждающимся. Их руками действовал Господь. Где бы они ни появлялись, больные исцелялись, и бедным проповедовалась Евангелие. Филипп, один из семи дьяконов, также был изгнан из Иерусалима. Он пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Беседа Христа с женщиной-самарянкой у колодца Яковлева принесла свои плоды. Выслушав его, женщина пошла к жителям города, говоря, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они пошли с ней, услышали Иисуса и уверовали в Него. Желая еще слушать Его, они просили Его остаться. Два дня Он пробыл с ними, и еще большее число уверовали по Его слову. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 29, 41 стихи. И когда ученики Его были изгнаны из Иерусалима, некоторые из них нашли убежище в Самарии. Самаряне радушно встретили этих вестников Евангелия, и обращенные иудеи собрали драгоценный урожай среди тех, кто некогда были их злейшими врагами. Филипп имел в Самарии большой успех, и, вдохновленный им, послал в Иерусалим за помощью. Апостолы теперь глубже проникли в суть слов Христа. «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Однажды, когда Филипп находился в Самарии, он получил указание от небесного вестника идти на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу. Он встал и пошел. Он не задавал лишних вопросов и, не колеблясь, повиновался, ибо научился во всем следовать воле Божьей. И вот муж-эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался, и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаия. Он имел хорошую репутацию и большое влияние на окружающих. Бог видел, что если он обратится, то откроет другим свет, который озарил его самого, и поддержит проповедь Евангелия. Ангелы Божьи сопровождали этого искателя истины и влекли его к Спасителю. Святой Дух Господень содействовал его встрече с таким человеком, который мог вывести его к свету. Филипп получил указание подойти к эфиоплянину и объяснить ему пророчество, которое тот читал. «Подойди, — сказал Дух, — и пристань к сей колеснице». Приблизившись, Филипп спросил евнуха, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Он как раз читал пророчество Исаия о Христе. «Как овца введен был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». «О ком пророк говорит это?» — спросил евнух. «О себе ли? Или о ком другом?» Тогда Филипп открыл ему великую истину о спасении. Начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Постепенно смысл Писаний стал открываться евнуху, и его сердце затрепетало от волнения, а когда ученик закончил, он был готов принять данный ему свет. Он не отверг Евангелие и не стал отговариваться тем, что занимает высокое положение в мире. Продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Этот эфиоплянин символически представлял большую группу людей, которых должны учить такие миссионеры, как Филипп, умеющие услышать глаз Божий и готовые отправиться туда, куда Господь посылает их. Многие, читая Писание, не могут уразуметь их истинного смысла. Души, жаждущие света, благодати, святого духа, возносят к небу молитвы, прошения и проливают слезы. Они находятся на пороге Царствия Божьего и ждут, когда их пригласят войти. Ангел указал Филиппу человека, ищущего света, и готового принять Евангелие. И сегодня ангелы направляют стопы тех работников, которым Святой Дух открывает уста и облагораживает сердца. Ангел, посланный к Филиппу, мог сам сделать для эфиоплянина все, что нужно, но в соответствии с замыслом Божьим служить своим ближним и помогать им должны люди. Верующие всех времен имеют то же поручение, которое было дано первым ученикам. Принявшие Евангелие должны передать миру священную истину. Верные дети Господа – энергичные миссионеры. Всеми своими силами они прославляют имя Божье и мудро используют свои таланты для служения Ему. Бескорыстный труд первых христиан должен стать для нас наглядным, вдохновляющим уроком. Членам Церкви Божьей следует усердно творить добрые дела, чуждаться мирского тщеславия и ходить по стопам того, кто повсюду сеял добро. При исполненной сочувствии и сострадании они должны помогать нуждающимся и нести грешникам весть о любви Спасителя. Это служение требует приложения усилий, но зато приносит огромное удовлетворение. Трудящиеся на Ниве Божьей увидят души, приобретенные для Спасителя, ибо Он всегда рядом с теми, кто выполняет Божественное поручение. Ответственность за выполнение этого поручения возложена не только на рукоположенных служителей. Все принявшие Христа призваны трудиться во имя спасения своих ближних, и Дух, и Невеста говорят «Прииди!» И слышавший да скажет «Прииди!» Книга Откровения, 22 глава, 17 стих. Ответственность за возвещение этого призыва лежит на всей Церкви. Все, слышавшие эти слова, должны подхватить их и сказать «Прииди!» Мнение, будто дело спасения душ зависит только от служителей, является роковым заблуждением. Люди, на которых Господь возложил большую ответственность, должны ободрять скромного, посвященного верующего, на которого хозяин виноградника возлагает бремя спасения душ. Бог посылает в свой виноградник многих людей, которые не были специально рукоположены для служения, и руководители Церкви Божьей должны понять, что поручение Спасителя дано всем верующим во имя Его. Сотни, даже тысячи людей, слышавших весть о спасении, все еще стоят на торжеще праздно, хотя их можно было бы вовлечь в активное служение. Христос говорит им «Что вы стоите здесь целый день праздно?» и добавляет «Идите и вы в виноградник». Евангелие от Матфея, 20 глава, 6-7 стихи. Почему же многие не откликаются на этот призыв? Уж не думают ли они оправдать себя тем, что не стоят на кафедре? Они должны понять, что тысячи посвященных рядовых членов Церкви должны сделать огромную работу вне кафедры. Бог давно уже ждет, когда дух служения охватит всю Церковь, чтобы каждый трудился для Него по своим способностям. Когда члены Церкви Божьей выполнят порученную им работу для нуждающихся людей на родине и за рубежом во исполнении евангельского поручения, весь мир будет оповещен, и Господь Иисус вернется на нашу землю с силой и славой великой. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Птицы улетают вдаль, с ними расставаться жаль. Долго я гляжу им вслед, глою горизонт одет. Но для перелетных птиц Нет преграды никаких границ. Гладью неба в теплый южный край Пчатся верениц и стай Мимо убранных полей Мимо суеты людей Мимо их вражды и слез Мимо бедствий и угроз Мчатся вдали крики Вызовут меня от бурь земных К тишине небес, к стране родной Врвется дух усталый мой Годы улетают вдаль С ними расставаться жаль Долго я гляжу им вслед Жаль, что им возврата нет Но в душе печали нет Вижу вечной жизни яркий свет Пусть несут меня в небесный край Годы верениц и стай Но в душе печали нет Вижу вечной жизни яркий свет Пусть несут меня в небесный край Годы верениц и стай Пусть несут меня в небесный край Родице Деву Радуйся, благодатная Господь с тобой Господь с тобой Благослови Благослови Рожьи Благослови И благослови ПЕСНЯ ПЕСНЯ На этом наша передача заканчивается. Ждем ваши отклики на нее. Присылайте их на наш почтовый адрес 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианской радиостанции «Голос Надежды». Приглашаем вас также посетить наш сайт в интернете, который находится по адресу www.golosnadezdy.ru. До свидания. Господь да пребудет со всеми вами. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok